Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, и мы продолжаем играть в черепашки и ниндзя легенды. Ну что, забираем свои ежедневные награды. Лига мастеров 2 звезды, я надеюсь нас не сбросили, ну-ка, проверочка. Сбросили. Да, друзья мои, Лига мастеров 1 звезда, ранг 66. Ну что будем делать? Естественно, прорываться опять наверх. Так, мы этим только и занимаемся, что нас скидывают, а мы с тобой опять ползем на самую вершину. Но вначале заберем все награды, которые тут можем только себе позволить пройти серию испытаний. Ну что же, давай пройдем. Мы, ребят, на этом зарабатываем доллары, не забывайте, что откаты зарабатываем. И, по-моему, тоже телепорты, хотя я могу ошибиться. Ну что, паукус. Кто такой паукус для нас здесь? Да никто. Хотя, подожди, 80 уровень. Да все равно мы его раскурочим. Да, одного усаги было достаточно, чтобы его наказать. Плюс мутант белки. И следующим у нас ходит армагоша. Раз и два. Переходим на вторую волну и смотрим, что у нас тут. А тут у нас змея-корай и плюс, естественно, крысиный король. Поэтому делаем с тобой вертушку. Быстренько, чпок. Ты смотри-ка, училка выжила. Парадокс. Ну все. Серию испытаний мы с тобой прошли. Забираем награду. И будем сейчас фармить кого? Мы будем с тобой искать нужные элементы... На нашего нейтрализатора. Верно? Так, точно. По-моему, там еще осталось совсем чуть-чуть найти. И мы с тобой прокачаем ему... Его супер базуку. Так, навыки. Значит так, нам нужно найти еще три комикса. Поехали. Раз. Два. Будь добра. Последний, пожалуйста. Дай мне игра. Нет. Игра мне ничего не дает. А здесь... Тыква выпадает. Опять тыква. Опять тыква. Ну, хорош. Уже этими тыквами меня тут... Так, давай здесь попробуем. Все. Комикс, чувак, мы с тобой нашли. Поэтому... Остается нам найти 11 кружек. Слушай, ну кружки, по-моему, довольно легко выпадают. Одну мы уже нашли. И все. Что мы нашли только... Ага, вот вторая. Больше, конечно, выпадает здесь мутагена. Третья. Да, мутагена очень много. Четвертая. Пятая. Так, пять кружек уже есть. Шестая. Так, сколько у нас? Двадцать пиццы. Седьмая. Восемая. А, нет, это комиксы. Ну что? Получается, что нам еще нужно будет с тобой достать пять кружек. Но это в следующей серии. Там уже точно прокачиваем тогда до пятой ступени. Здесь забираем с тобой награды. Плюс поднять уровень персонажа. Мутагена у нас достаточно. Поэтому сейчас мы будем прокачивать с тобой... Опа! А у нас тут Рафаэль классика. Спрятался. Ну-ка, давай. И еще один. Все, пятьдесят пятый уровень, как ты видишь. Отлично. Забираем последние награды. Ну что? На арену... Так, секундочку. Что у нас по испытаниям? Ага, у нас открылся супершреддер. У нас открылась союзники. Вот оно что. На супершреддере мы, наверное, с тобой не будем сегодня зависать. Так как он у нас есть. А вот на платиновом... Давай-ка я хотя бы гляну, кто у нас тут. Слушай, в принципе, команда... Да она неплохая. Конечно, не супертоповая. Как хотелось бы. Но, тем не менее, здесь можно пофармить маленечко, да? Поэтому давай-ка рискнем. Три волны. Бросаем бомбочку. Хоба. Так, теперь можно, в принципе, волончики... Давай, наверное, все-таки ракетами. Немножко их утешим. Так, ракетки плюс базука. Первая волна пройдена. Вторая. Так, Монда Гека, Эйприл, Кейси Джонс. Понижаем им атаку. Это для начала. Но не всем. Плюс запах изо рта. Ага, Масухи нет, поэтому давай так сделаем. Минус Монда Гека. Минус Кейси. И минус Эйприл. И последняя, заключительная волна. Здесь у нас Монда Гека. Кирби, железноголовый. Так, давай, наверное, с Масухи начнем. Опа. Как-то Кирби не получил урона. Эй. Знаете-ка вам. Минус меткость. Плюс. Уничтожение Кирби. Мммм. Давай волнунчик тогда сделаем. Этого будет достаточно. Все. Прошли. То есть можем здесь спокойненько фармить. Но если честно, кого я обманываю, да? Кого я здесь буду фармить? Если у меня там на испытаниях есть ребятулечки, которые нуждаются просто в моем фарме. Причем в конкретном. Так, здесь. Как думаешь, мы сможем их одолеть? Вот именно эту команду. Именно нашей командой. Несмотря на то, что у нас... Как тебе объяснить? Я даже не знаю. Не все топчики, одним словом. Потому что, например, Змей Кавьюн вообще имеет здесь 70 уровень. На 70 уровне он очень подвержен, естественно, силовой атаке. Ох ты, ох ты. Смотри, кстати, при чем, ребята, здесь приколюха. Тут у них два хила. То есть Пит и Кирби. Так, минус Пит. Давай, наверное, сделаем массовую атаку. В плане... Да что ж, какой-то опять я не попал. Айси вот таким образом. Так, Железный Голов. Сейчас, наверное, ракеты. Да, 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 да. Он не упустит такой момент. Использует свои ракетки. Так, ну что, дальше у нас здесь идет та же самая команда. Можно, в принципе, сразу валуны запустить. Но не добили, к сожалению. Тогда пулеметная дробь. Четенько. И переходим на третью волну. И здесь у нас, блин. Слэш, Кожеголовый, в общем. Отъявленные бендосы, да? Давай-ка, наверное, так сделаем. Меткость понизим. Опа, почти всем. Так, я думаю, что надо, наверное, Эйприл все-таки здесь ушатывать. Упс, не вышло. А если... А если укусик? Минус. Так. Слэша сделает прыжок. Блин, зэка, зэка уронили. Гаденыши. Ну, ты посмотри, а. Уронили мне зэка. Ну, соответственно, мы с тобой не получаем здесь три звезды. И, соответственно, этот уровень мы уже с тобой фармить не сможем. Я даже немножко удивлен, что они почему-то все переключились на зэка. Хотя Змейка Вьюн у меня здесь слабее. Ну, что же. Это их выбор. Они на это пошли. Так, я вот не помню, что мы с тобой на супер шреддере можем фармить. И вообще, можно ли там что-то фармить? Если проходить именно испытания. По-моему, там чисто ДНК, да? Идут вот на этого шреддера. И на супер шреддера. Все. Ну, то есть нету. Нету понтов на туда лезть. Давай-ка мы, наверное, с тобой сделаем кое-что другое. Кое-что другое это... Ну, вот здесь есть риск. Большой причем. Попробуем, была не была. Опа. Так, четыре серебряных осколка. Это ерунда. Книга тоже ерунда. Так, отлично. Леонардо видение мы с тобой получили. Вот теперь бы ролевого как-нибудь урвать. В плане. Вау. Твою ж дивизию. Я только сейчас увидел, что у нас с тобой закончилось. Но, слава богу... Подожди, подожди, подожди. Слава богу, есть финансы. Да-да-да. Вот он, как говорится, запасик, да? Кстати, здесь можно еще набить. Телепортов нам. Так, сколько тут шансов? Давай попробуем теперь здесь. Кукла Дорума. Камень Талик. Морозильная кошка. Совсем не то. А, и три доллара. Все, да? Может, конечно... Не, ну тут... Тут вообще уже не то пошло. Ну что, попробуем? 30 жетонов. Ну, неудачно у нас получилось, конечно, здесь пофармить. Но никто не говорил, что всегда будет везти. Верно ведь? Верно. Так, а у нас сколько же этих монет? Давай посмотрим. Предметы. 104. Опачки. А вот, ребятушки, и Рафаэльчик. Космос. Да-да-да. Рафаэль Космос, друзья мои. Наконец-то мы дождались этого. Ну что? Фуллчик-то... Блин, так мутагена не хватает теперь. Ладно. С мутагеном мы с тобой разберемся за счет нашей турнирной арены. Ну что? Обновим. 16-22. Я думаю, вполне годится. Берем с тобой Армагона. Причем не одного. Я уже посмотрел тут 72-73 уровень. Так что придется, наверное, начинать вот с этих. То есть, трех слабых берем на двух сильных. Вот такое вот у нас будет распределение сил. Это эффективная самая, ребята, ну, как бы... Команда, где два топа стоят. Именно где выше 70-го уровня уже противники, естественно. До 70-го здесь один Армагон разрулит всю ситуацию. Так что... Упс. А вот здесь, кстати, может быть большущая моя ошибка. Смотри, если сейчас Армагон не добьет, а такое может быть. Нет, он, слава богу, добивает. Потому что зэк, к сожалению, для меня отнял у них очень мало зарубья. Ну, там вообще микролят, видел. То есть, если бы Армагон не добил, сейчас бы полетели бы головы. Но, слава богу, все обошлось. И нам нужно как можно быстрее с тобой пробиться в Лигу Мастеров. Две звезды. Лучше в идеале три звезды. И уже на трех звездах попробовать, как тебе сказать, взять наивысшую ступень, которую сегодня только можно себе позволить. Да? Потому что у нас уже пятница развратница. И нам нужно как можно быстрее наверстать вообще все, что здесь только можно. Смотри, кстати, 66-й уровень дали. Вот объясни мне, почему. До этого я дрался, был 70-й там какой-то, да? А потом 60. 67-й. В чем прикол? Я вот лично этого никак не могу понять. Здесь бы я не брал бы тогда никого. Здесь один Армагон у меня справляется. Зачем я взял Бакстарсток? Ну вот объясни. А потому что я не посмотрел внимательно. Вот и все. Я смотрю чисто по кубкам. Ну я смотрю по таблице. Кубков столько-то столько. Все, я беру. Я не смотрю на уровень противника. Какой уровень? А, ну единственное, что я смотрю, чтобы там не было Микеланджело. И все. Я вот смотрю здесь. 16-22. Смотрю по всем параметрам. Да. Стоящая-стоящая. Глазами быстренько посмотрел. Нету здесь майки. Нету. А вот какой уровень, я особо так и не вглядывался. Поэтому Армагоши, естественно, возвращается. А 67-й. Все равно, ребят, есть определенные риски. Поэтому на всякий случай возьмем с тобой Змейка Бьюна. На всякий-всякий пожарный. Ему будет достаточно, как говорится, подстраховать. Не то, что там нанести офигенный дамаг. Просто подстраховать нашего Армагона. Единственное, что бы хватило у него инициативы. Хо-хо-хо-хо. И не понадобилось никакой подстраховки. Потому что Армагоша, как всегда, на красоте. Как всегда, на передовой. В общем, самый топовый у меня пока персонаж на данный момент. Ну что, двигаемся дальше. И, в принципе, должны 30-очку взять. Точно, 30-очка взята. Ну что же. Опа, уже пошли 17-23. Почти топчик. Самое последнее, это идет 17-24. Это максималка, которую можно выжать отсюда. Поэтому делаем. Ну, тут уже, естественно, надо будет брать основательную поддержку. 90-й уровень, не меньше. Потому что, ну, тут уже сам видишь. 74-й, 71-й. То есть, Армагон, естественно, и из них душу вытрясти один, наверное, не сможет. Хотя, при большом везении, может и так выйти. Смотри внимательно. Половину тут сляжет. Видишь, никакой половины, ребята, не сможет. Ох ты, ёпарас, я забыл, я забыл, ребята, что этот майки хиляет. Так, надеюсь, базуку будет эффективно здесь. Нет, 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 не вздумай. Он гранаты бросает, ребята. Он бросает гранаты, сейчас кому-то крышка. Нет. Все выжили, слава богу. Да на тебе. Хотя у Донни не прокачан этот удар, но я думаю, что все-таки хватит ему завалить. Угу. Аж два раза ему хватило завалить. Нет, но если бы у Донателло он был бы прокачан, вот этот скилл, да? Этот навык на метеорит. То, поверь мне, не поздоровалось бы никому. Он шпарит так же, как примерно валун Армагона. Ну, я так предполагаю. Я еще не видел. Я помню, как-то против меня вот этот вот Донни космический применил вот этот вот суперудар. И моим ребятам не поздоровилось. Так что я думаю, что если мы с тобой тоже прокачаем его, такая же фишка будет. Но насчет Майки я никак не ожидал, что он будет применять пиццу. То есть я знал, что он будет. Может. Но не думал, что он по инициативе вытянет. Понимаешь? А он взял просто-напросто и захилял команду. Вот и все. Красавчик с одной стороны. Так, ну что, у нас здесь с тобой Армагоша плюс Усаги. Естественно, шансов у врага нету на спасение. Потому что Усаги здесь довольно неплохо сейчас бомбанет. Сам видишь. Ну и Армагоша, естественно, не уступит и не позволит здесь кому-то вякнуть, рыкнуть. Волон, короче, ушатывает всех остальных. Все. Двигаемся с тобой дальше. Уже практически. Может быть, даже сейчас залетим. Хотя вряд ли. Смотрим. Да, вряд ли, конечно. Ну, один. Надеюсь, что один бой для того, чтобы перейти в лигу мастеров две звезды. Но там еще нужно будет укрепиться. Поэтому берем 17-23. Армагон. Сколько откатов у нас? 15. Этого более чем достаточно. Более чем достаточно здесь поиграть, ребят. Ну, естественно, два отката мы будем сейчас тратить. Так как бойцы у нас заканчиваются. На семь боевок у нас еще хватит, да? На семь боевок плюс... А никаких плюсов нету. По-бакинских у нас все, ребята, пусто в кошелечке. Потому что все потратили сегодня на телепорты. Да, получится, что у нас семь последних боев останется. Ну, можно, конечно, еще как-то тут подрегулировать. Может быть, хватит на 10 боев, если с Армагоном пойдет кто-нибудь из высшей лиги. Не топовой, но высшей. 98-я позиция. Приблизиться нужно, еще раз говорю. Очень сильно нам нужно приблизиться к лиге мастеров три звезды. Короче, берем Армагона. Здесь попробуем сейчас, ребята, своими силами. Так, так, так. И... Ну, и железноголовый. Почему 80-е уровни? Да, пускай они не топовые, но они могут, ребята, по крайней мере, не упадут от супер-так вот этих всяких хламонов. Понимаешь, да? Они выстоят. Тем самым мы с тобой сэкономим на откатах. Шваркнули. Так, давай, наверное, вот этого пробьем. Лео. Фильм готов. Ну, и... Добьем, наверное, Дони. Это я называю своими силами. То есть, один откатик, остальное все сам. Так что, попробуем сейчас еще. Такую комбинацию зарулить. Смотрим, куда у нас. Так, 87-я позиция. Нормуль. Все идет хорошо. Блин, высшую пока не дают. Тогда возьмем с тобой следующим образом. Обновление сделаем. И выбираем по минимальному уровню. Минимальный уровень я вижу здесь. Вот тут. Вот на этой команде. Поэтому Армагон. Лео пока постоит. Возьмем этого. 71-й сплинтер. Так. Секунду, секунду. У нас Майки, да? Микеланджело, естественно, сделает на атаку. Провокатор у нас есть. Морозильная кошка Хилл. Но я думаю, что Армагон ее вынесет. Ладно, попробуем. Если Армагон выносит морозилку плюс... Кто там у нас еще? Плюс Майки вот этого. То вообще будет топ. Давай проверим. Да. Вышло все с точностью, да наоборот. Он всех вынес, кроме морозильной кошки и Микеланджело. И я на это не подписывался, если честно. Блин, он сейчас захиляет. Ладно, хильнул. Что я могу себе позволить? Ребят, ну попробуем заморозить. Заморозка прошла удачно. Теперь рубанем. Теперь остается Майки. Я, наверное, возьму провокацию здесь. Уж сомневаюсь, что он здесь может пробить. Даже того же самого Тимати. Плюс запах изо рта. Понижение брони. Все, и укус. Да, друзья мои, вот как-то так. Ну, удивлен немножко, да? Сделал ставки на то, что они убьют именно тех персонажей. А получилось с точностью, да наоборот. Ну что, тогда у нас 77-я позиция. Двигаемся очень медленно. И мне это не нравится. 12 откатов. 6 боев получается, если по двоечке брать. Но не забывай, что у нас еще есть Леонарда. Которого мы не отыгрывали. Поэтому. Так, 73-й. Ладно. Возьмем Лео. Возьмем Лео. Раз, два, три. И отыгрываем нашего Леонардика. Как-то так. Потом можно будет попробовать поиграть через Рафаэля. То есть, возьмем Армагоны. Возьмем Рафаэля. Рафаэля, я надеюсь, у нас быстренько с тобой встанет в провокацию. Не будет там хандрить. Так, вертушечку доделаем. Но опять же, нужно взять такую команду вражескую. Чтобы у них было как можно меньше персонажей с массовыми атаками. Иначе Рафаэль, ну, просто нам не поможет. Он будет стоять тупо в защите. А нас будут массовыми атаками плющить. Слушай, ну, на 10 ступенек мы пролетаем. И это круто. Так, смотри. Блин, везде майки уже начинают всовываться. Тут, кстати, если выдраться, нам надо было вот с этой командой. Потому что 71, 74, 72. То есть, коэффициент силы в наш сторону был. Если мы возьмем с тобой эту команду, то тут придется, ну, сам понимаешь, брать Армагона, брать Супершредера и вместе с ними брать обычных простых ребятяк. Вот так вот. Ребятяк, что за сло такое? Ребят, короче. Потому что, ну, сейчас будет Супершредер, да, плюс Армагон. Только в этом случае 74 уровень будет падать. 77 даже. 78. То есть, практически топовый. 80-й левел. Ну, естественно, валуном. Все. А здесь своими силами, ну, никак бы не получилось. Все. Пришлось два отката потратить. Но, тем не менее, мы с тобой должны продвинуться очень хорошо. Сейчас посмотрим. Показывайте мне. Так, 57-я, надеюсь. Да, 57-я позиция. Шикарно. Значит так. Теперь берем. Вот, 17-24. Есть еще один. Но, опять же, повышенный. Повышенный, ребята, коэффициент силы. Как ты видишь, 79-78. То есть, ну, опять же, придется брать Армагона и опять же Супершредера. Рафаэль здесь не отыграет. Вот, хоть как-то тут пробуй. Он не отыграет. Если только намеренно взять пониженную силу, да, команду с пониженной силой, взять Армагона, взять Микеланджело, Рафаэля и кого-нибудь там еще в довесочек. Ну, желательно по максимальному уровню, который там останется. И играть через Армагона и Рафаэля. Все. Микеланджело пускай вешает уклоняшку. Только вот если так. Можно попробовать, конечно, рискнуть. Мы все равно с тобой, как бы, ничего не теряем особенного. Здесь, в любом случае, мы с тобой не возьмем уже 3 звезды. Хотя, хотелось бы. Но в связи с тем, что у нас с тобой мало откатов, не получится. Сейчас сколько? Ну, 47-я максимум будет. О, даже 45-я. Вот это меня порадовало. Это меня очень порадовало. 45-я. Вот, смотри, 17-24. Берем, да? Ну, можно взять. Можно, конечно, проролить. Проролить. Ну, давай. Давай проролим. И смотри. Вот. Вот эта вот команда здесь, например, очень даже подойдет под Армагона. Под Рафаэля. Как я тебе говорил. И про Микеланджело. И сюда можно взять, например, спокойненько. Подожди. Вот так. Почему, ребята, спокойненько? Инициатива у них маленькая, но они не упадут сразу же от суператак. Как тебе ранее говорил. Плюс Майки, естественно, сделают уклонение. Это все-таки шанс, что по тебе атака не пройдет. Плюс у них здесь, по-моему, нет хила, насколько я вспомню, да? Да, хила нету. И как бы добивка. В принципе, неплохо отыграла вот эта команда. Неплохо. За счет того, что мы с тобой взяли всего один откат и прошли целый поединок. И мало того, что прошли поединок, естественно, и стартанули. Но 33-я позиция. То есть есть возможность. Так, по два это три поединка. Да, скорее всего, мы даже можем попробовать пробиться в Лигу Мастеров. Но только лишь коснуться ее. Закрепиться там навряд не получится, но коснуться мы ее сможем. Как ты видишь, тут вообще, ребята, люто пошло все. 79-й, 78-й уровень. Причем даже 80-го здесь нет. Вот именно 79-й это максималка. Вот об этом я тебе в прошлой серии говорил. Почему так несправедливо? Почему даже не 90-й, хотя, по идее, должен быть 100-м уровнем максимал? Ну, это, видимо, сделано из-за того, что они просто слишком сильны для меня. Так, секундочку, друзья. Так, поехали. Ну, все, ушатали. Давайте теперь смотреть, каково наше продвижение там идет. Еще не забывайте, что мы здесь с тобой деремся для того, чтобы получить мутаген, который нам необходим для прокачки Рафаэля. Так, 33-я была и становится 23-я, да? Да, именно так. На два поединка. Если по десятке брать, это получается 13-й и 3. Блин. Ладно, будем надеяться, что у нас проскочит повышенный коэффициент именно по... Так, подожди-ка, где у меня тут? Вот они. По кубкам. И мы с тобой возьмем не десятку, как она обычно у нас дается, а, например, 12. 12 ступенек можем пролететь. Вот этого бы хотелось. Но главное, не пониженная, чтобы была. Потому что она пониженная, и мы тогда, естественно, не дойдем даже до Лиги Мастеров 3 звезды. Рекламу я посмотрел перед видосиком, так что шансов больше нет. Так, ну что, смотрим. Еще раз говорю, с 23-й позиции должна быть... Это как минимум 13-я. Да, 13-я. Потом 10-я. Ну-ка, смотрим. Если выше 13-я, будет плохо. Нет, ровно 13-я. Окей. Так, ну что, выбираем 17-24. Тут уже, как говорится, идем ва-банк. Потому что два последних отката. Будем надеяться, но вряд ли. Вряд ли у нас, конечно, тут... Хотя... Да нет, повышенная не пройдет, ребят. Вот чуть-чуть нам не хватит. Но, в принципе, для того... Кстати, у меня завтра, ребята, выходной. Может быть, не знаю, отсыпаться буду. Если все будет хорошо, естественно, попробуем все-таки войти в топчик. Если нет, то уже послезавтра тогда. Так, ну что, смотрим. Зажмем, как говорится, кулачки и будем надеяться. Хотя, ну, шанс это вообще практически нулевой. Чтобы 13 ступенек на высоких рангах прожать. Нет. Да, даже пониженные дали не 3, а 4. Если попытаться даже, ну, как-то своими силами, я, правда, не особо уверен, что здесь вообще можно что-то своими силами сделать. Кого-то ушатать. Вот этими ребятами это бесполезно. Это бесполезно просто-напросто. Мы можем... Нет, 10 откатов, 250 долларов. Это минимальный, как говорится. Минимальная цена. Ну что, у нас с тобой 19 700 накоплено. И, естественно, давай развивать. Ах ты, красотуля. Ё-моё, это что такое у него? Хорошему бластеру равных нет. Раф поражает врагов лазерами своим отношением. Вероятность 15% вызвать оглушение на димхо. Так, я что-то не могу вспомнить. Что это за удар-то такой? Ладно, в любом случае посмотрим. Да? В любом случае посмотрим. Хорошему бластеру равных нет. Ну что, я считаю, неплохо сегодня. Повоевали. В принципе, все собрали. Единственное, что вот здесь еще нужно будет. Телепорты, как я говорю, на дороге не валяются. Поэтому, естественно, их нужно забирать. Поэтому на автобой сейчас мы это все дело соберем. И можно заканчивать на этом серию. Выйдет она уже завтра. Потому что сегодня я не успеваю выложить. Готов. Нормуль. И напиши в комментариях у нас на супер-шреддере все-таки, кто фармится. Только супер-шреддер или еще обычный шреддер? Наверняка кто-то из вас пойдет за супер-шреддером и может посмотреть, кто там идет на формовке. Если дальше там один супер-шреддер, то нет смысла вообще, ребята, туда идти. А если какой-нибудь полезный персонаж, то, конечно же, можно будет пофармить. Хотя у меня и без этого, как говорится, есть кого добывать. Согласись. Даже тех же самых Леонардо. Плюс Кунаичи, плюс Шенигами. То есть попробовать пройти платиновое испытание, да? На три звезды. Хотя, если честно, я не вижу в этом смысла. Если бы у нас были бы с тобой события такие, да? В которых никто нам не нужен. Я бы, конечно, все усилия положил бы на платиновое, как говорится, испытание. На вот эти вот осколки, обломки, которые нам нужны для прокачки наших скиллов. Ну, извини меня, здесь и Леонардо, и Шенигами, и плюс, как говорится, Кунаичи. Они нам нужны. Если бы они были бы прокачаны по фуке, я бы на них внимания не обращал бы, да? И делали бы другие дела. Я надеюсь, всем все понятно. Отчего мы с тобой, как говорится, отпираемся. Ну что, последний у нас раунд. Я думаю, что здесь железноголовый, ну, абсолютно ничего не сможет сделать. Так, ну, зачем ты это делаешь, а? Ай, супер-шрейдер. Это не обязательно. Хотя он делает дополнительную защиту, плюс постепенный отхил. Так, бросаем гранату. Постепенный урон. У него сейчас будет, по-моему, две атаки, если не ошибаюсь. Нет. Это была для него последняя атака, которую он сделал. Ну, все. Как ты видишь, все по красоте. Мы с тобой здесь победили. И на этом, на этом мы с тобой можем смело заканчивать серию. Кстати, 250 телепортов мы с тобой вернули. То есть, у нас было 250 купленных, и 250 мы с тобой обратно компенсировали. Ну что, друзья, все. На этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам. Мы не жалкие букашки, супер-ниндзя-черепашки. Носим панцирь, как рубашки, юные таланты. А вот и мы, здесь четыре ниндзя-черепахи. Твои кумиры от приемов соперники в страхе. Наша квартира андеграунд, канализация. Мы пиццы королей, срываем овации. Непобедимы мы, круче всех. Мутаген дал нам, это в нем секрет. И с тени на свет с нами делаешь шаг. Хорошие парни будут побеждать. Леонардо, лидер команды. Он первый среди нас, он талант из талантов. Донателло разберет и соберет механизмы. Рафаэль, ему не занимать харизмой. Микеланджело, он уникален. Если где-то вечеринка, значит там этот парень. Мастер-принтера, учил их всех умений удраться, чтобы быть командой. Зеленым братством. Мы жалкие букашки, супер-миндзя-черепашки. Носим панцирь, как рубашки. Юные таланты.